Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, что можно посеять после чеснока. Чеснок убран, однако же половина лета еще впереди, а если сентябрь будет теплым, то у нас будет еще один отличный месяц для того, чтобы обеспечить вегетацию многих растений и получить дополнительный урожай. После того, как чеснок убран, там еще в грядке остается довольно значительное количество питательных веществ. Оно вполне может обеспечить питанием многие зеленые культуры. Зеленые культуры являются довольно скороспелыми. Укроп, петрушка, прочие зеленые, листовые овощи, всевозможные салаты, рукола и горчица будут рады вырастать после чеснока, потому что там еще есть достаточное количество сульфатов, там еще есть не очень много азота, там есть значительное количество фосфора, что вполне обеспечит нам здоровый урожай без избытка нитратов. Очень хорошо после чеснока посеять корневую петрушку. Корневая петрушка вполне успеет сформировать корнеплод до наступления заморозков. В следующем году, рано весной, она начнет отрастать и будет обеспечивать нас ранней зеленью очень-очень рано. А это очень важно, потому что зелень большой источник витаминов, полифенольных веществ, антиоксидантов, все то, что поддерживает наше здоровье и нашу молодость. Кроме того, после чеснока очень хорошо посеять листовую свеклу или мангольд. Мангольд прекрасно успеет дать урожай листьев, черешков еще до наступления заморозков. Его нужно использовать как шпинат или как щавель, варить из него супы, тушить с яйцом, замораживать на зиму и так далее. Свекла и мангольд являются уникальными источниками фолата, фолиевой кислоты. Именно она отвечает за кроветворение, а также за то, чтобы наши дети, наше потомство, до того, как они еще родились и даже зачаты, чтобы оно было здоровым. Поэтому парам, молодым парам, хоть нас не часто смотрят молодые люди, однако же, если кто-то нас смотрит, возьмите себе это на заметку. Если вы планируете обзавестись детьми, пожалуйста, включайте свой рацион побольше свеклы и мангольда. Кроме того, очень хорошо после чеснока и после лука репки, если вы рано его убрали или освободили грядку, очень хорошо сажать крестоцветные корнеплоды. Это, конечно же, репа, это редис, дайкон и прочие разновидности. Это редис, который не стрелкуется, хотя во второй половине июля стрелкования можно уже не бояться. Кроме того, конечно же, стоит посеять черную редьку. Черная редька очень хороша при простудных заболеваниях. В принципе, этот народный рецепт все хорошо знают. Эти крестоцветные корнеплоды как раз и нужно сеять в этот период, во второй половине лета, потому что если вы их сеете весной, они не успевают сформировать хороший корнеплод и уйдут в цветуху. Хорошего урожая от них не получишь. Таким образом вы можете посеять все зеленые культуры, тем более скороспелые, такие как рукола или листовая горчица. Вы можете посеять любые крестоцветные корнеплоды. Вы можете посеять также пекинскую капусту, которая не уходит в кочан. Отдайте предпочтение сорту хибинская, например, которая кочана не образует. Образуют только листья из них, кстати, получаются прекрасные голубцы тоже. Отдайте также предпочтение... Можете посеять горох, например, он еще до заморозков. Ранеспелые сорта гороха также дадут хороший урожай зеленого горошка, а сахарный хороших сахарных бобов. На следующий год внесите осенью под следующий год фосфорные удобрения. Ничего больше сюда можете на эту грядку не вносить после уборки уже вторичных культур, которые вы здесь посеете. И на будущий год посеете бобовые овощи. Отдайте предпочтение фасоли. Комбинация чеснок и после чеснока фасоль является крайне удачной. Если вы фасоли сеете не так много, как чеснока, например, то поделите эту площадь пополам между фасолью и горохом. Ни в коем случае после чеснока не высевайте другие луковые культуры, потому что все-таки у них одни и те же болезни, одни и те же вредители. Сделайте перерыв. Кроме того, вы можете посеять свеклу на корнеплоды, морковь на корнеплоды. И также вы можете посеять любые зеленые культуры. Кроме того, после чеснока очень хорошо растет капуста. Ведь под чеснок мы делали пентосульфатные подкормки, обеспечивали почву значительным количеством сульфатов. Эти сульфаты чеснок съел не все, они здесь остались в каком-то количестве. И это остаточное количество сульфатов будет замечательным стартом для роста качанной капусты и прочих крестоцветных овощей. Что ж, не оставляйте пустыми грядки. Может быть, конечно, вы захотите здесь посеять какие-то сидераты, а не какие-то овощи на продукцию. Если вы будете сеять здесь сидераты, то, разумеется, отдайте предпочтение или рапсу, или горчице, или редьке масличной. Потому что именно они будут радоваться тем остаточным сульфатам, которые здесь остались в почве. Они перейдут в органическое вещество, запашутся, впоследствии закопаются, и обогатят почву уже органическими сульфатами, которые будут активно потребляться почвенной микрофлорой, тем самым оздоравливая вашу почву и подготавливая ее к будущему сезону. Что ж, надеюсь, эти маленькие советы помогут вам получать большие урожаи. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!